Добрый вечер, друзья! На телеканале Беларусь4 продолжаем цикл телевизионных программ, посвященных 80-летию со дня образования Гомельской области. И сегодня мы будем знакомиться с историей и современностью Мозырского района. Здесь производят электрический кабель и бензин, модную одежду и поваренную соль. Только здесь делают удивительные белорусские сувениры из керамики. Здесь же единственный в Гомельской области горно-лыжный курорт. А еще Мозырская земля славится певческими талантами. И вы сами в этом убедитесь, но чуть позже. А пока еще немного информации о том, что же сегодня из себя представляет этот неповторимый край. Мозырский район расположен на юго-западе Гомельской области. По занимаемой площади находится на 12 месте среди других районов региона. Административная территория разделена на 10 сельских советов, которые включают 92 населенных пункта. Сегодня Мозырский район – один из крупнейших промышленных, аграрных и культурных центров Беларуси. К тому же современный Мозырь является крупным строительным и спортивным центром Полесского региона. В национальном образе Беларуси Мозырь получил почти официально статус столицы юго-восточного Полесья. А в поэтической версии – жемчужины Полесья. Об истории и современности этого удивительного края сегодня в программе. Мозырский район «Грай, ты мой любимый, Грай, ты мой пребожный, Кольки тут простору И кольки хороства! Сердцу дорогие, нивы золотые, над якими светит синяло. Сердцу дорогие, нивы золотые, над якими светит синяло. Соника нам светит, нивы постя боюсь, над лакитным небом тишиня стоит. Только спел тушины, праспали долины, шмак голосой песняю звени. Только спел тушины, праспали долины, шмак голосой песняю звени. Соника нам светит, нивы золотые, над якими светит синяло. Соника нам светит, нивы золотые, над якими светит синяло. Ростник Васильёшка, мы спятем для ночи, Карафон для стёпы поведёт. Сон Каум. Нивы золотые, над какими светит синяло. Соника нам светит, нивы золотые, над lake pase decade. Соника нам светит. Тресник, нивы золотые, над какими светит синяло. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И, конечно же, Гомельщину Показываем составляющую промышленную Сегодня, по большому счету, на территории находится крупнейшее предприятие нашей республики Это Мозырский нефтеперерабатывающий завод Это Мозырисоль Это Беларуськабель Это Мозырский док Ряд других предприятий Туристы с охотой едут в Мозырь, Мозырский район Насколько развита туристическая сфера? Маршруты туристические? Ну, прежде всего, я хочу сказать о том, что Город Мозырь, Мозырский район Входит в Золотое кольцо Гомельщины Это туристический проект Это туристический маршрут И, по большому счету, наверное, нет такого дня Чтобы в город Мозырь, на Мозырщину Не приезжали представители различных организаций, предприятий Гости из ближнего и дальнего зарубежья Кстати говоря, вы уже начали, Феликс Федорович, разговор о том Что на Мозырской земле живут очень талантливые, уникальные, гениальные люди И со многими из них мы сегодня, дорогие друзья, конечно же, познакомимся Но для начала давайте еще поговорим немножко об истории Откуда пошло название города на холмах? И какую тайну хранит долина ангелов? Давайте спросим у старшего научного сотрудника Мозырского объединенного краеведческого музея Виталины Сайфуддиновой Виталина, добрый вечер! Проходите, пожалуйста Без прошлого, конечно же, нет настоящего и будущего Я хочу, Виталина, спросить у вас Откуда же пошли вот эти легенды, наполненные мистикой и поэтичностью О происхождении города Мозыря? Ну, существует несколько научных версий Но ни одна из них не стала окончательной Исследователи находят в названии нашего города и тюркские, и скандинавские, и польские корни Но среди жителей нашего города очень популярны легенды Которые, как ни странно, все связаны с рыбьим жиром Одна из них говорит о том, что когда-то на том месте, где сейчас располагается наш город, находилась переправа И еврей-купец переправлял бочки жиром Внезапно поднялась буря Лодки перевернулись И ценный груз поплыл вниз по течению В одночасье разорившийся купец в отчаянии заголосил Мозыр! Мозыр! И якобы на этом месте возникло поселение, которое назвали Мозырь Слияние двух слов произошло Да, да, да Получился Мозыр По-белорусски ведь Мозыр Но евреи на территории Беларуси появились только на рубеже 14-го и 15-го веков А Мозырь к этому времени уже имел несколько сот лет историй Есть еще одна легенда, которая тоже связана с рыбьим жиром Якобы жили два брата, выходцы из Киев Они занимались производством и торговлей рыбьим жиром Как всегда, старший брат был жадный, некрасивый, скупой А младший был очень приятный, очень боятельный, очень талантливый, красивый, успешный И однажды младший брат решил отделиться от старшего брата И забрать свою долю рыбьего жира Но поскольку старший брат был жаден, он не захотел с ним делиться И обратился к чаровнице, которая жила на Шайтан-горе Чтобы она извела младшего брата Но чаровница, увидев, насколько он красив, хорош собой Так была очарована им, что решила не убивать его и сохранить ему жизнь Думаю, дай попытаюсь счастья Да, да, именно так оно и было Старший брат возмутился и начал ругать чаровницу и оскорблять ее Ну, естественно, на то она и чаровница, чтобы не терпеть такого обращения Она взмахнула своим волшебным мечом, рассекла гору И в эту пропасть стал падать жадный старший брат Но даже падая, он кричал Мой жир! Нет, мой жир! Ну, якобы на этом месте возникло поселение Мозырь Думаю, что большинство туристов, о которых мы говорили Как раз таки приезжают для того, чтобы послушать вот такие интересные версии о происхождении названия города Скажите, а правда ли, что именно в Мозырском районе расположена самая высокая точка области? Да, она находится недалеко от горнолыжного центра Мозырь И ее высота почти 220 метров над уровнем моря Кстати, о каких еще интересных исторических фактах вы рассказываете гостям, которые впервые приезжают в Мозырь Посмотреть на очарование вашего города Ну, надо сказать, что Мозырь это один из древнейших городов Беларуси Он впервые упоминается в летописи в 1155 году Но его судьба, его история определяется его географическим положением Дело в том, что он постоянно находился на границе На границе княжеств, на границе государств Он и сейчас находится на границе Поэтому он первым принимал удары врагов Он первым отражал атаки врагов И история нашего города – это история постоянных разрушений и восстановлений Сколько раз его разрушали крымские татары, русские воеводы Даже татар-монголы были в Мозыре Но тем не менее, каждый раз он восстанавливался и становился все сильнее, все красивее Откуда название «Долина ангелов»? Такое загадочное, чарующее Так и хочется заглянуть в тайну Это про что? Дело в том, что в этом месте в 17 веке появился мужской цистерцианский монастырь То есть якобы там поселились ангелы, монахи А через сто лет недалеко от этого монастыря был построен еще и женский цистерцианский монастырь И вот это событие дало название вот этой долине Что из себя представляет Мозырский объединенный краеведческий музей? Чем примечателен каждый из его филиалов? Да, Мозырский музей объединенный, поэтому в его состав входит несколько музеев Например, выставочный зал знакомит с творчеством художников Мозырщины Исторический центр Мозырский замок и краеведческий музей знакомят со средневековой историей С археологией, с природой и современной историей нашего города Музей народной культуры Палеска-Аведа занимается тем, что он изучает традиционную культуру края Каждый год мы выезжаем в экспедиции, где собираем материал, собираем информацию о различных ритуалах, обрядах, верованиях И это все стараемся отразить в нашей экспозиции В состав нашего музея еще входит музей-мастерская художника-керамиста Николая Никитича Пушкаря Пушкаря, знаем о нем Да, это замечательный музей, художник, который внес, наверное, неповторимый вклад, уникальный вклад в развитие керамики В развитие керамической скульптуры малых форм, который, вот у художников есть такой термин, называется словил Он словил типаж, он словил характер Палешука Он буквально какими-то несколькими штрихами передает настроение, передает состояние, передает печаль, радость, горе, сожаление, веселье Иногда даже и наивность, иногда даже злость и глупость То есть, ну, в принципе, все, что случается с нами в жизни Виталина, сегодня в студии представлены орудия для рыбной ловли Это редкие какие-то экспонаты? Вот мы здесь их видим Это предметы, которые были найдены во время экспедиции Дело в том, что Припять – это основная артерия полесия Поэтому рыбная ловля была всегда и до сих пор остается основным И сейчас любимое хобби мазырян И то, что вы здесь видите, это приспособление для ловли рыбы Вот, ну, давайте вот это я расскажу Это очень интересно Интересно, как это работало, да Сложно как-то представить сразу Это приспособление для зимней ловли рыбы Называется она коробочка для ловли вьюнов Это, кстати, тоже коробочка для ловли вьюнов Принцип один и тот же, но сделаны они по-разному Вот эта коробка ставится Рыба зимой находится подо льдом Ей не хватает кислорода Делается прорубь по окружности коробки Она ставится в прорубь, как бы слегка топится Но не полностью Сверху насыпаются ветки, чтобы вода не замерзала Рыба почувствует, что есть доступ к кислороду Доплыла в направлении к проруби Проскальзывала в это отверстие И попадала внутрь Собственно говоря, и все Просто гениально Послушайте, какие находчивые были наши предки Ваши аплодисменты, друзья Кстати, вот эту коробочку Она изготовлена в 2000-х годах Где-то Человек, который подарил ее музею Ему было на тот момент 86 лет И вот в этом возрасте люди еще пользуются такими приспособлениями И изготавливают их Кстати, много ли таких вот оригинальных вещей несут в дар местные жители для музея? Ой, к сожалению К сожалению, с каждым годом их остается в принципе все меньше и меньше И даже во время экспедиции, когда мы выезжаем То говорят, вот если бы там год, два, три назад А сейчас уже что-то выбросили, что-то сожгли К сожалению, да, вот такая история Ну и, может быть, еще про этот вентер я бы вам рассказала Что интересно, можно про него рассказать? Это приспособление, да, тоже для ловли рыбы Он представляет собой мешок из сетки Который натянут на деревянные обручи Если внимательно присмотреться То внутри сделаны такие ходы, как бы горло называются Это чтобы щука туда заходила? Да, чтобы рыба заходила Вот здесь два крыла, которые перегораживают рыбепуть И рыба по этим крыльям, она вынуждена направляться именно в этот вентер И попадает в горло А обратно уже выбраться она не может И еще одна тоже, ну, сетка, в общем-то, и сетка Очень похожа, по-моему, на те, которыми сегодня работают рыбаки, современные В принципе, да, но что ее отличает, это деревянные поплавки И тоже вот в прошлом году в экспедиции нам подарили такие поплавки Они сделаны из бересты Ну, сейчас это уже, можно сказать, ну, очень редкое явление Обычно используют из пенопласта поплавки А это еще вот по старинной технологии сделаны И вот еще один интересный предмет Это ости При помощи их Для зимней рыбалки? В принципе, для рыбалки То есть посмотрите, какие они огромные Дело в том, что когда-то в Припяти водился осетр И другие ценные рыбы И за это Припять называли золотой И ее было столько, что летом ее не продавали Она практически ничего не стоила Ну, очень дешево То есть ее ловили, солили, а потом уже продавали И вот использовали еще и вот такие вот приспособления Спасибо, Виталина Очень увлекательный, интересный рассказ О том же, как же на Мозырщине развивалось вот это рыболовное дело Давайте вернемся на место Ваши аплодисменты, друзья Дорогие друзья, это программа «Добрый вечер, Гомель» И говорим мы сегодня о Мозырском районе Это уникальный и необычный край И не только историческим и культурным наследием Певческими голосами В промышленной и социальной сферах Он считается одним из самых развитых Какие изменения произошли за последнее время В экономике, сельском хозяйстве В сферах образования и здравоохранения И чем сегодня по праву гордятся Жители этой благодатной земли Далее в нашей программе Это программа «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4» И говорим мы сегодня об успехах и достижениях Мозырского района И у нас в гостях спешу вам представить Директор фабрики художественных изделий Светлана Владимировна Бондарчук И заместитель генерального директора Открытого акционерного общества Мозырисоль Анжела Анатольевна Кристиан Добрый вечер Сегодня на территории этого развитого Полесского региона Расположено 30 промышленных предприятий Кстати говоря Хочу спросить у Феликса Федоровича А как в прошлом году сработали Градообразующие предприятия? Какие успехи? Во-первых, я хочу сказать о том, что на территории Мозырского района Находится несколько градообразующих предприятий И основные из них это, конечно же Открытое акционерное общество Мозырский нефтеперерабатывающий завод Открытое акционерное общество Мозырсоль Открытое акционерное общество Беларуськабель И ряд других крупных предприятий Конечно же, это предприятия, которые являются основными Плательщиками в бюджет К большому счету все предприятия сработали с положительной динамикой И те, которые я назвал И в целом хочу сказать о том, что в целом Мозырский район Выполнил основные прогнозные показатели 2017 года Сегодня в студии представители двух предприятий Которые тоже задают хороший тон в районе Правильно? Продукцию которых можно назвать сегодня брендовой На самом деле, продукция этих предприятий И Мозырсоль, конечно же И, конечно же, фабрики художественных изделий Но я хочу сказать о том, что еще есть и другие бренды в Мозырском районе Это что, например? Это, конечно же, совхоз Каминад Заря и их продукция Мы сегодня обязательно поговорим о ней Я думаю, что, наверное, многие пробовали, знают эту продукцию, да? Я хочу сказать, что брендами для Мозыр являются изделия машиностроительного завода Тракторы на гусеничном ходу Это продукция нашего ДОКа, которая выпускается на протяжении последних двух лет На новом производстве Ну и брендами являются, конечно же, наши достижения в сфере услуг, в сфере производства Это, конечно же, бренд для Мозыря Конечно, наш университет Сегодня, наверное, не в каждом районном центре есть высшее учебное заведение Сегодня бренды можно назвать для Мозырщины Это те знаменитые творческие коллективы, которые есть и работают И, конечно же, брендом мы должны назвать успехи наших спортсменов Наших спортсменов, олимпийских чемпионов Тех, кто принимал участие и добивался успехов в мировых европейских первенствах Предлагаем, дорогие друзья, перенестись на некоторое время в производственные цеха Открытого акционерного общества «Мозырь-Соль» Сегодня Мозырь-Соль является одним из крупнейших производителей соли сорта «Экстра» в СНГ и Европе Процесс производства данной продукции считается современным и высокотехнологичным Сначала в скважину глубиной около 1200 метров закачивают воду Затем концентрированный рассол под давлением выкачивают наверх Очищают, сгущают, выпаривают, обезвоживают, высушивают и, наконец, упаковывают Такая технология позволяет добиться получения соли высочайшего качества Объемы производства белорусской соли «Экстра» составляют 480 тысяч тонн соли в год Совместно с Академией наук Беларуси была разработана программа восполнения йодного дефицита у населения Поэтому соль проходит стадию обогащения микроэлементами Сегодня белорусская соль экспортируется почти в 20 стран мира Возвращаемся в студию Доброго вечера И хочу спросить у Анжелы Анатольевны, заместителя генерального директора Открытого акционерного общества «Мозри-Соль» Так чем же знаменита соль, которую производят в Мозыре? Дело в том, что мозырьская соль знаменита тем, что это соль с частотой Самая высокая частота кристалла 99,7% содержания натрия Цена-качество Мировой бренд наша соль поставляется в 17 стран Европы и Азии По-моему, это цифра Это цифра внушительная Кроме того, при производстве продукции Мозырь-Соль Это не только соль экстравыворочная полесье Это еще и целая линейка приправ солера Используются только натуральные ингредиенты Кстати, хорошо, что Вы про это заговорили О том, что Мозырь-Соль сегодня производит продукцию на все случаи жизни И обычную, которую хозяйки используют на кухне И для посудомоечных машин Для хозяек она у нас выпускается в таком виде Но эту соль, еще и таблетированную соль используют в промышленных производствах Кроме того, мы выпускаем линейку приправ солера На самый изысканный вкус Сейчас эта линейка составляет 10 видов приправ Ну, говорили о рыбе Кстати, рыбу солят нашему зря не нашим продуктом Говоря о сале, которую выпускает комбинат «Заря» Даже дети, когда приходят домой и рассказывают У нас свой дошкольный детский центр есть И вот они говорят, что производит «Заря» сало Мозырь-Соль к ней приправу Если сало ей солить, вкус вам этот не забыть Но на самом деле не забыть вкус Не только приправа для посола сала Это еще и приправа универсальная Которую можно использовать для вторых блюд Для гарниров Это и приправа для пельменей Ну и поскольку, естественно, мы очень любим собираться в музырьских ярах Это и приправа для шашлыков, и барбекю приправа И, конечно, приправа, поскольку мы все белорусы, для картофеля Вот была такая позиция Это то, что нам очень необходимо Да, была такая позиция, которую очень просили наши хозяйки Чтобы была и приправа для картофеля Предприятию недавно исполнилось 35 лет Да, 21 декабря считается днем рождения нашего предприятия Вообще предприятие Мозырское месторождение было найдено в 64 году Потом был долгий процесс строительства предприятия В 82 году, 21 декабря, мы получили первую пачку соли Это экспонат нашего музея На предприятии есть музей И вот экспонатом является эта первая пачка соли Значит, к своему юбилею мы подошли очень красиво Если раньше предприятие было мощностью 360 тысяч тонн Мы провели серьезную модернизацию, реконструкцию Сейчас у нас автоматизированная система управления Не только персоналом, но и технологическими процессами все И сейчас, скажем так, мы достойно представляем свой регион В 17 странах Европы Приезжают к нам очень часто иностранные делегации И, кстати, немцы, которые помогали нам в процессе модернизации Установки оборудования Они говорили, что они завидуют нам Потому что у нас очень хорошее, в хорошем состоянии технологическое оборудование И очень высокопрофессиональный коллектив Накануне года «Желтой собаки» в Мозере появились необычные сувениры Символы 2018 года Их авторы – работники Мозерской фабрики художественных изделий Про эти сувениры я попрошу рассказать директора Светлану Владимировну Бондарчук Поддержите, пожалуйста, аплодисментами Светлану Владимировну Расскажите, угадали ли со спросом Как охотно покупают местные жители, мазыряне и гости города Вот этих вот очаровательных, вот таких вот собачек Да, угадали Мозерская фабрика славится, как правильно заметили Именно керамическими статуэтками сувенирной продукции Но это должно быть, именно должна быть видна природа глины Природа, душа именно глины Это, то есть, вот, ее натуральный вид Потому что глина дышит, дышит характером, любовью мастера, который это изготавливает Кстати, мастера хранят какие-то особенные секреты обработки глины Конечно, никто ничего не рассказывает Сегодня вы нам не расскажете всех секретов Подробностях не расскажем, конечно Для того, чтобы быть уникальными, прославлять наш Мозерский край Конечно, секреты нужно хранить И дарить это людям Что здесь еще у нас представлено? Вот такая собачка Она называется Прогожуня Она была очень популярна в этом году Считали, сколько вообще продали экземпляров? Ее продали более 300 единиц Буквально накануне Нового года Буквально накануне Она очень интересная Очень большой популярностью пользовалась вот такая собачка Мы ее выполняли Это обычный сувенир Но мы ее еще... Она используется как скрепочки можно положить, иголочки какие-то Колечки Да, колечки Женские, колечки Но она еще у нас выполнялась в этом году Мы соединили керамику и мех Мех искусственный И это было... Это просто сувенир А мы еще делали с меховыми ушками Это была копилочка Для деток было интересно За ушком можно подергать Бросил монеточку Тоже очень интересно Тоже очень популярно Большой спрос у нас на влюбленных ворон Вот такая пара Да У них такие влюбленные глаза Действительно Она очень популярна Она уже... Это даже не сказать не новинка Это ну как бы уникальное произведение Но уже год оно пользуется спросом И мы сейчас к дню влюбленных разработали И приурочили к дню... Ой, к году желтой собаки Приурочили у нас еще есть керамический сувенир Влюбленные собачки Вот сейчас оно на изготовлении Именно готовим к дню Святого Валентина Вот И к 8 марта Естественно Ну и к дню Святого Валентина Очень много делаем Вот статуиточек таких Вот такого плана маленькие Есть еще Вот такое можно приобрести сувенир Для своих любимых И показать как мы их любим Не только мягкие сердечки Китайского производства Но вот пожалуйста Наша живая глина Да, действительно Сделана с любовью, с душой Я еще раз повторю Что глина это народный Народный, ну как бы сказать, материал Вот И он дышит Пока его изготавливают Лепят Все ее лелеют Потом разукрашивают Все это руками С душой и с любовью Спасибо Спасибо, Светлана Владимировна Возвращайтесь, пожалуйста На ваше место Сегодня в зале присутствует Поэт Член Союза писателей Республики Беларусь Александр Григорьевич Каледа Поддержите нас аплодисментами Дорогие друзья Добрый вечер Александр Григорьевич Добрый вечер Добрый вечер Скажите, пожалуйста Дает ли Мозорская земля Своеобразный стимул Для творчества Вот как для вас Несомненно Несомненно Вот Мозор называют Не случайно Белорусской Швейцарией Я Называю еще Город Мозор В своих стихах Полесской Троей Полесским Парижем Можете прочесть Что-то из последнего Да, с удовольствием Что-то из ваших сочинений Мозорь, мой Мозорь Полесье столица Тобою славянский Любуется свет Такая краса Может только присниться Ты людям Божественнее Даришь рассвет Мы желаем вам Творческих свершений А еще у нас сегодня Друзья В студии У нас в гостях Учитель истории И общества Ведения Средней школы Номер 16 Города Мозоря Гимбут Владимир Викторович Добрый вечер Добрый вечер Владимир Викторович Какими успехами Ваших учеников За последнее время Вы гордитесь Мне хотелось бы отметить Это ту роль Которую играет Наша школа И кружок Который я возглавляю Поиск В плане гражданского И патриотического Воспитания Каждый год У нас есть Маленькие победы Связанные с поиском Солдат Не вернувшиеся С той войны И со всего Бывшего советского Пространства К нам приезжают Родственники Даже Сестры и братья Кому уже за 80 Чьи родные Остались лежать В Мозорской земле Они нас находят Мы работаем С архивными базами данных Находим этих людей Восстанавливаем Их последний путь Который они здесь У нас прошли И в тесном сотрудничестве В взаимодействии С местными властями На тех местах Где они погибли Возникают новые Солдатские обелиски Как память о том Что мир очень хрупок И его надо беречь У нас есть еще Одно такое направление Это как Военно-историческая реконструкция На базе школы Была создана Детско-взрослая общность И при помощи родителей Дети приобретают Шьют военную форму И потом Когда находятся Какие-то интересные данные В архиве То мы В рамках Военно-исторической реконструкции Снимаем небольшие Военные фильмы Которые потом Можно увидеть На сайте нашей школы Спасибо Эти аплодисменты для вас За ту работу Которую вы проводите И коль уж мы начали Говорить про воспитание Подрастающего поколения У нас в студии Присутствует семейная пара Которая занимается Воспитанием Будущих Олимпийских чемпионов Представьтесь Пожалуйста Добрый день Меня зовут Наталья Николаевна Гордынская Руководитель Городского молодежного Общественного объединения Музырский спортивный Клуб каратеса и Дакай И рядом ваш супруг Виктор Михайлович Гордынский Тренер спортивного клуба Каратеса и Дакай Какие достижения Уже есть У ваших воспитанников Чем гордитесь Какие-то кубки И награды Может быть брали На областных Республиканских соревнованиях И на областных И на республиканских И вообще В нашем активе Есть даже Победители Первенства мира По шатакан Каратеса и ДО Победители Международных соревнований По каратеса Только в 2017 году Наша сборная команда Стала Призером На чемпионате Республики По олимпийской версии Каратеса Мы воспитываем Хороших спортсменов Мы желаем вам Побед Вашим воспитанникам Новых достижений Новых спортивных вершин Спасибо Большое спасибо Аплодисменты для вас Итак Как известно Спортивные достижения Объединяют людей Но и народное творчество Такую же функцию несет Я представляю Еще один Самобытный коллектив Из Мозырского района Народный ансамбль Народной песни Папороть Кветка Папороть Кветка Зайди Месяченьком зыди Скоро мой миленький Дай до мене прытье Ой, Рита Райда Тир Дай до мене прытье Ой, Рита Райда Тир Дай до мене прытье Ой, Рита Райда Ой, Рита Райда Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Ой, Рита Райда, Цир, да Рита Райда, Шесть казов по правде, Сватать ей не будет. АПЛОДИСМЕНТЫ И к нам присоединились еще две гости. Я попрошу представиться. Пожалуйста, добрый вечер. Как вас зовут? Инна Михайловна, я заместитель директора по идеологической работе государственного предприятия Совхоз Комбинат Заря. Рада с вами познакомиться. И Маргарита Игоревна. Заведующая отделения новорожденных Мозорского городского родильного дома. Рада с вами познакомиться. Итак, начнем с совхоза комбината Заря. Это одно из самых стабильных сельскохозяйственных предприятий Гомельской области. Лидирующая позиция, она удерживает не первый год. То, как здесь налажена работа и какие результаты труда на земле имеют аграрии, скорее исключение из правил. Предлагаем посмотреть фрагмент фильма «Земля наша», снятого корреспондентами телерадиокомпании Гомель не так давно. Путь от небольшого до многопрофильного, динамично развивающегося агропромышленного предприятия здесь прошли за 20 лет. Сегодня в Заре занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, картофеля, производством молока и переработкой мяса. Хозяйство включает в себя четыре отделения, в которых размещаются свиноводческий комплекс, птицеводческие и молочно-товарные фермы. Здесь производят более половины сельскохозяйственной продукции Мозырского района. За широкий ассортимент, изысканный вкус и неизменно высокое качество Заря уже многие годы занимает лидирующие позиции, как в регионе, так и в стране. Сельскохозяйственная продукция Я считаю, что сегодня будущее любого предприятия зависит прежде всего от руководителя. Нам в этом плане повезло коллективу. Становление Зари, ее развитие, более 13 лет этим руководил Владимир Андреевич Дворник, наш нынешний губернатор. Это наш первый руководитель. Он создал такую модель предприятия, которая сегодня и далее эффективно работает. Прежде всего, это организация труда, дисциплина, что очень важно. Правильная мотивация труда для работников. Кстати, как мотивируете работников? Достойная заработная плата сегодня и хорошим социальным пакетом. Сегодня мы за отработанный месяц получаем 10 кг мяса свинины, 5,5 кг мяса птицы, 12 десятков яиц и 2 кг молока каждый день. Каждый ваш работник? Каждый наш работник, да. При условии отработки полного месяца. Еще, почему ваши сотрудники держатся за рабочее место? Ну, благодаря тому, наверное, что сегодня, во-первых, предприятие, на нашем предприятии престижно работать, оно на всех уровнях, скажем так, лидирует. Ну, это, во-первых. Во-вторых, достойная заработная плата, что немаловажно сегодня. Главное богатство – это люди? Да, это наш коллектив, это люди, это их труд, руками которых сегодня создаются наши блага. И, скажем так, стабильная работа предприятия. Для многих субъектов хозяйства, а не на селе, кадры – это очень больная тема. А где вы находите, где вы берете квалифицированных специалистов, которые работают? У нас создалась своя школа подготовки кадров. Может, это звучит немножко и громко, но, то есть, у нас они сами доморощенные. И, скажем так, те, которые сегодня приходят со стороны, они намного уступают нашим специалистам. Сегодня на предприятии есть чему поучиться. И если есть желание, то создана хорошая производственная база. Опять-таки, достойная зарплата. Есть очень хорошие учителя. То есть, не учителя, а специалисты с большим опытом работы, которые готовы сегодня поделиться своим опытом и практикой. Скажите, пожалуйста, на какие показатели вы планируете выйти в этом году? Ну, не буду я апеллировать цифрами. Скажу так, что мы свои позиции и лидерства никак не сдадим. То есть, у нас есть сегодня ряд хороших инновационных проектов, на которые мы работаем. Это нам позволит и дальше двигаться уверенно вперед, не сдавать своих позиций. И я думаю, что еще у нас много впереди побед. Мы поддержим вас аплодисментами. Это были прогнозы от заместителя директора КСУП Совхозкомбинат Заря Инны Михайловны Хомутовской. Итак, продолжаем этот добрый вечер. Мозырский район второй по численности населения регион Гомельской области. В настоящее время здесь проживает более 130 тысяч человек. И, как показывает статистика, уровень рождаемости в 2017 году увеличился в сравнении с прошлым годом на 17%. Как думаете, в чем причина вот такой позитивной и положительной динамики, Феликс Федорович? Дело в том, что по итогам года принято подводить итоги. И я хочу сказать о том, что в Мозырском районе за 2017 год родилось 1624 ребенка. Это наши юные мозыряне. И хочу отметить то, что, конечно же, сегодня есть ряд стимулов, которые дают возможность увеличивать рождаемость, в том числе и в нашем регионе. Как заинтересовывается, стимулируется молодых пап и мам увеличивать семьи. Прежде всего, это те законы, это те нормативные документы, которые приняты на уровне государства. Это государственная программа здоровья нации, здоровья народа, демографическая безопасность. Этот нормативный документ, государственная программа рассчитана до 2016-2020 годы. Это государственная программа социальной защиты до 2016-2020 годы. Кроме этого, есть ряд нормативных документов, которые дают возможность, чтобы многодетные семьи, а их в Мозырском районе проживают 1330 семей многодетных, себя чувствовали комфортно. В каком плане? Во-первых, многодетные семьи имеют сегодня возможность строить на льготных условиях жилье. Во-вторых, многие многодетные семьи получают семейный капитал. Дети из многодетных семей имеют право на льготных условиях получать питание в учебных заведениях нашего города и района. Хочу отметить и то, что сегодня многодетные семьи получают ряд других льгот, которые предусмотрены законодательством. И мне кажется, что это как раз то, что необходимо для того, чтобы семьи у нас состояли из трех, четырех, пяти, шести. Кстати, у нас есть семьи, в которых воспитывается 10 и более детей. Что вы говорите? Наверняка это единичные случаи или это такая распространенная практика? Возможно, это и единичные случаи, но я хочу сказать, что с каждым годом количество семей многодетных увеличивается. Например, если еще четыре года назад в Мозыцком районе проживало 870 семей, то я уже сказал, что на сегодняшний день 1330 семей. Это радует. Давайте обратимся к Маргарите Игоревне Гатько. Маргарита Игоревна, заведующая отделением новорожденных Мозырского городского родильного дома. Маргарита Игоревна, хотела спросить, вы помогаете малышам благополучно появляться на свет? Все ли сегодня есть в Мозырском районе, чтобы вот эти девочки и мальчики, малюсенькие росли здоровыми и крепкими? Да, учреждение Мозырский городской родильный дом является перинатальным центром второго уровня. Что это значит? Это значит, что мы работаем в системе, как в республике есть разноуровневая помощь, четыре уровня. Мы являемся вторым уровнем и мы обслуживаем население семи районов области. А это немало, это треть, можно сказать, всего, значит, всей Гомельской области. Я даже знаю, что вы выхаживаете малышей, у которых критическая масса тела. Да, это экстремально низкая масса тела и низкая масса тела. Это 600 граммов, да. Это стало возможным еще с середины 90-х годов. Появился препарат Сурфактант, который способствует раскрытию легких у маленьких деток. И благодаря этому стала возможность спасать малышей, начиная младенцев с 500 грамм. И мы были первыми не только в области, но даже в республике. Это произошло благодаря тому, что у нас, значит, была очень наставник хороший, коллега Тамара Евгеньевна Куксо, которая отработала тоже очень много лет. И она, в общем-то, нам с ее легкой руки одни из первых. У нас на базе Рудома была проведена научная конференция Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя» во главе с профессором геологием Александровичем Шишко, заведующим кафедрой медицинской генетики и неонатологии. И он благословил нас на путь высоких технологий. С тех пор мы, вот уже 20 лет, мы выхаживаем таких маленьких деток. А это ни много ни мало, это в год 10-15 детей. И за период, вот когда началась субфактантная терапия, мы, наверное, около 500 детям спасли этим жизнь. Эти аплодисменты для вас. Маргарита Игоревна, я знаю, что интересная практика существует в вашем городе. Вы каждую неделю по радио даете сводку по количеству рожденных малышей. Вот такая своеобразная информационная акция журналистов и врачей. Для чего вы это делаете? Не только по радио. Ну и в местной газете «Житё по лесу» печатается рубрика «С днём рождения малыш». И вы знаете, жители города очень трепетно ждут, а когда же напечатают вот это радостное известие о моём ребёнке. Ну, вы знаете, что это в первую очередь, я думаю, что престиж материнства и отцовства – это правильная политика государства, это правильно организованная социальная программа. И, конечно, она поддерживается на всех уровнях. И мы тоже приветствуем это. И всегда рады нашим мозорским журналистам и радиокомпаниям помочь в этом. Никогда в этом не отказывают. Так может поэтому в том числе и рождаемость в районе увеличивается и набирает обороты? Ну, наверное, всё в целом. Вы знаете, как сказал… Заинтересованные такие люди работают. Уровень помощи – это же уровень ответственности. Конечно, конечно. Ещё раз эти аплодисменты для вас. Сегодня у нас в зале присутствует военный комиссар Мозырского, Ельского, Наравлянского района в Гомельской области Виталий Викторович Кабраль. Добрый вечер, Виталий Викторович. Очень хочется поговорить с вами. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, с каким настроением мозыряне идут на срочную военную службу? Я могу однозначно сказать, это, во-первых, не первый район, где я прохожу военную службу, в том числе военным комиссаром. Мозырская земля благодаря традициям, благодаря слаженной работе, образованию воинских частей под руководством районного исполнительного комитета, сегодня создала ту базу военно-патриотической направленности, которая позволяет призывать уже практически подготовленных ребят, осознанно идущих служить на срочную военную службу. Для этого функционирует 8 патриотических классов, Центр для призывной подготовки юношей и девушек, консолидированная, организованная работа 14 силовых и правоохранительных органов, которые расположены на территории Мозыря, в том числе воинская часть, 1052-й радиотехнический батальон, который осуществляет защиту воздушных рубежей Гомельской области. Наш пограничный отряд, Монзорский пограничный отряд, который осуществляет охрану государственной границы на протяжении 380 километров и насчитывает в своем числе более 900 человек. Два батальона внутренних войск. Кроме того, общественные организации, которые представляют Белорусский союз офицеров, союз ветеранов войны в Афганистане, союз ветеранов пограничников, союз ветеранов внутренних войск, ветеранов 33-й ракетной дивизии. Вместе они, проводя акции, настраивают граждан и особенно учащихся и призывников нашего района на то, что защита нашей Родины это не только конституционная обязанность и необходимость выполнения законодательства Республики Беларусь, а это осознанный вклад в защиту нашего Отечества, чтобы наша Республика была независимой и процветающей. Благодарю вас за такой объемный, глубокий ответ. Спасибо. Аплодисменты для вас. Дорогие друзья, это программа «Добрый вечер, Гомель» в центре нашего внимания Мозырский район. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трудолюбие, стремление к совершенству и здоровый азарт отличали мозырян во все времена. Может, поэтому Мозырь заслуженно считается кузницей олимпийских чемпионов. Именно здесь растят спортсменов, которые прославляют Беларусь на самых престижных спортивных площадках. И я представляю сегодня у нас в гостях двукратные бронзовые призеры олимпийских игр в Лондоне и в Рио-де-Жанейро Ольга Худенко. Проходите, пожалуйста, аплодисменты. Надежда Лепешко, а также заслуженный тренер Республики Беларусь Геннадий Николаевич Галицкий. Добрый вечер. Еще раз добрый вечер, Ольга, Надежда. Когда вы делали первые шаги в спорте, надеялись ли вы когда-нибудь, что вы будете стоять на Олимпийском пьедестале почета? У меня это все происходило в возрасте. 14 лет я первый раз попала в грибной спорт. До того момента я даже представления не имела, что такое байдарка, весло и в принципе я даже плавать не умела. Ко мне приехал тренер, я сама с Хойник, и ко мне приехал тренер в город и увидел, видимо, спортивное телосложение. И вот так предположили, что вот в гребле у меня что-то получится. Первое время было очень тяжело, потому что я к спорту имела отношение, только бегала, а это совершенно другая направленность. Более силовой вид спорта первое время было немножко тяжело, но потом втянулось. Надежда, как получилось так, что вы стали бронзовым призером Олимпийских игр? Причем два раза. Я тоже с 12 лет занимаюсь этим видом спорта, тоже не знала, что это такое. Было много преломных моментов в жизни, но нашлись такие же девчонки, их нас четверо, которые шли к Олимпиаде, наверное, с целью не просто поехать на Олимпиаду, а именно ехать за медалью. Потому что я думаю, что ехать просто на Олимпиаду, посмотреть на людей, это не то. Надо все-таки почувствовать вкус пьедестала и медалей. Геннадий Николаевич, почему у одних получается завоевывать медали на крупных международных соревнованиях, а другие только об этом мечтают? В чем дело? Ну, наверное, что все мы разные, и поэтому у всех выиграть не получается. Пьедестал, вот он один, а желающих много, поэтому здесь все зависит именно от этой связки. Тренер-спортсмен, как они работают, насколько творчески у них это получается. И итог, конечно же, это результат работы. У кого-то получается завоевать медали, но кто-то, к сожалению, да, остается рядом у пьедестала и далее. А из вашей практики, кому быстрее покоряются спортивные вершины? Наиболее талантливым или наиболее настойчивым, усердным, упорным? Я скажу так, что, наверное, гребля на байдарках и коно – это тот вид спорта, где все-таки на первом плане это более упорные спортсмены, более трудолюбивые. Ну и, конечно же, в этом заключается их талант. Именно умение терпеть – это очень тяжелый труд, объемный. И умение терпеть, дисциплинированно подходить к этой работе каждый день – это мобилизация предельная. И поэтому вот в этом и заключается талант гребца – это в ежедневном упорном труде. То есть маленькими шагами к большим целям. Именно так. Получается вот так. Только так добиваться можно больших результатов в спорте. Да, по-другому нельзя. Поэтому изначально можно сказать, что тот, кто поставил себе задачу завоевать престижные места на соревнованиях самого высокого ранга – это ежедневный упорный труд. Как вы подбадриваете девочек, Ольгу, надежду на то, чтобы они выкладывались по полной? Как найти с ними общий язык? И вы вообще же тренер женской сборной национальной команды. Почему-то выбрали в подопечные девушек, не работаете с мужской командой. Нет, ну почему-то. Всю свою долгую тренерскую жизнь я работал и с парнями, и с девчонками. Ну последние семь лет уже, да, работаю я с женским коллективом. Я скажу, что как тренер я счастлив работать с такими спортсменками, какими у меня и есть. Вот Оля, Надя, два ярких представителя той нашей четверки, которая, кстати, у нас чисто мозорская. Две еще, можно сказать, спортсменки наши, которые отсутствуют. Это Марина Литвинчук и Маргарита Махнева стали совсем недавно мамами. И, пользуясь этим случаем, хочется поздравить этих девчонок. Мы ждем их скорейшего возвращения. Ну и я скажу, что еще раз повторюсь, мне очень приятно с ними работать. Глядя на то, как они выполняют все мои тренерские задания, я знаю, что все у нас получится. Кстати, хочу спросить у Ольги. Ольга, какие спортивные вершины в ближайшее время вы намерены покорять? Ну, вообще, в целом, я хочу так сказать, мы будем дожидаться наших девчонок, когда они крепнут, наберут форму и целенаправленную подготовку начнем к европейским играм, которые пройдут, кстати, в 2019 году у нас в Минске, а затем уже и Олимпийские игры в Токио. А пока будем как-то без них, будем отбираться на республиканских соревнованиях, может, одиночка, двойки, будем пробовать. Можно я здесь добавлю? Да, пожалуйста. Но я как тренер добавлю, что вот за эти годы, что мы работаем вместе, мы покорили практически все спортивные вершины мира. Осталась одна, это Олимпийская. В прошлом году Оля стала чемпионкой мира в одиночке. Это очень престижно. До этого в Беларуси вообще никому не удавалось сделать. С Надей у них, к сожалению, чуть-чуть не получилось в двойке завоевать медаль тоже на чемпионате мира. Поэтому вот остались у нас такие главные вершины в жизни, и мы сделаем все, чтобы приблизиться к ним. Мы вам этого желаем. Новых стартов и новых побед. Аплодисменты для вас. Друзья, мы подходим к завершению программы. Сегодня в центре нашего внимания был Мозырский район. В этот старожитный и современный регион Гомельской области невозможно не влюбиться. И если вы еще никогда там не были, обязательно побывайте, не пожалеете. На протяжении всей нашей программы свое творчество нам дарили артисты двух коллективов. Один из них – стретчинни, и второй – колоритный, самобытный народный ансамбль народной песни «Папороть-кветка». Уступаем место для финальной песни и прощаемся. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok